Вон люди, и они прямо что-то там. Такие двери, всегда страшно, что за ними кто-нибудь встанет. Почему меня насторожили эти люди? Так это крепово смотрится, как чьи-то мы видим. Нас двоим, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами приехали в санаторий профилакторий МИР. Данный санаторий пустует уже около 15 лет. В 2015 году он был выставлен на аукцион. Но его никто так и не выкупил. Раньше санаторий был довольно-таки популярным. В нем даже были номера люкса. Но так как не было денег на реставрацию, его закрыли. Пойдемте посмотрим, что нас там ждет. Что мы интересного там найдем. И в принципе найдем ли что-то там вообще. Вот он, санаторий профилакторий МИР. Такая к нему дорога. Сразу за ним лес, птицы поют и рядышком прямо жилые дома. Скорее всего, раньше здесь был лагерь, по информации из интернета, который перестроили. А вот этот вот красавчик остался доживать свои времена. Мне кажется, что там кто-то что-то прям делает. Сейчас мы с вами послушаем. Вон люди. И они прямо что-то там вырезают. Медь, железо? Не знаю. Не хочу даже спрашивать. Ну что, мне пришлось немножечко переждать, пока люди, о которых я вам рассказывала ранее, уедут. Уже начинает темнеть. Сумерки, так сказать, наступили. Вот. И можно пойти сейчас, пройтись по этажам. И посмотреть, что есть интересного в данном здании. Сразу нас встречают. Два таких прекрасных кресла, комфортабельных. И вот такая вот была красивая картина на стене, которую закрасили в кинто-граффити. Но есть даже какой-то стих. Птицы поют. Прекрасно. Интересная такая конструкция здания. Здание здесь получается, как, наверное, летний сад. Ой, зимний сад какой-то был. Потому что здесь такой вот выход под открытым небом из фойе корпуса. И, я так понимаю, на кухню и в столовую. Давайте пойдем дальше. Вот там такое все жуткое, блин, как в Чернобыле. По атмосфере. Как будто кто-то хотел повеситься. Кстати, смотрите, как оно проходит. Зацеплено так еще. И вон там завязано. Как будто действительно кто-то хотел. Сделал петлю. И, надеюсь, я не воспользовался. На каждой заворожке есть такой одинокий стульчик. Новогодний плакат. Интересно, какой это был год, но здесь год не указан. И остатки от телевизоров. Здесь, кстати, три. Один, два. И вон там, в уголке, третий. К нему мы сейчас, наверное, и подойдем. Это вот смотрится очень крипово. Вытяжки. О, прям открытое окношко. Окношко. Открытое окошко. Вот, кстати. Сейчас мы пойдем в сам корпус. Поройдемся по этажам. Посмотрим, что интересного там. Сразу мы видим вот такой прекрасный диван. Ветром подуло. О, это я люблю. Лифт. Лифт стоит на первом этаже. Шахта, кстати, интересно, как у нас спуститься. Я здесь подвал не находила. Лифт, кстати, в довольно-таки хорошем состоянии. Не у каждого в подъезде такой лифт. Такой длинный коридор. Со светом в конце туннеля. Ну, тут много таких комнат. Однообразных довольно-таки. Но вот эта комната, она очень интересная. Потому что, во-первых, здесь полностью сохранились стекла. Они неразбитые. И здесь, скорее всего, кто-то даже жил. Потому что есть матрас. Как бы это странно не звучало, есть холодильник. Клобочка. И остатки какой-то тоже мебели. Такие вот старинные часы. Какой у нас там механизм. Маленькое такое окошко на балконе. Балкон, кстати, замурован полностью почему-то. Даже плакат новогодний лежит. И вот такой вот здесь есть какой-то огромный шкаф. Кстати, он металлический. О, сапоги. Много всякой обуви, осколков, посуды. И самое интересное, что здесь много вот таких вот коробок от телефона. Видимо, здесь какое-то было складское помещение. Наверное, хранились. Может, телефонные аппараты. Потому что здесь прямо вот много коробок. Конечно же, пустых. Нашла еще одну довольно-таки интересную комнатку. Номер 106. Здесь даже шторы остались. Ну, и стекла повыбивали, но шторы остались. Ну, и тоже много остатков всякой мебели. И диваны, и шкафы, и матрасы. Ну, и, конечно, много разбитых стекол. Ну, бутылка из подводки. Это понятно. Интересная заброшка, потому что есть остатки какой-то мебели. И, помните, кассеты, мультики? Прям ностальгия. Плафон и влажные салфетки. Даже не хочу знать, кто здесь что вытирал. Дошла я до конца коридора, и, мне кажется, я нашла вход в подвал. Вот, сразу живой комплекс. И, вон там, что-то такое довольно-таки интересное, куда мы с вами спустимся чуть позже. Я надеюсь, спустимся. А пока пойдем на второй этаж. О, кстати, лифт. скрыт, и можно заглянуть в шахту. Вот, груз. Кстати, довольно-таки высоко. Ладно. Пойдем смотреть, что на втором этаже. Даже, кстати, более чище, чем на первом. О, такой вот красивый рисунок на стене. Тумбочка и выход. На балкон стекла под ногами рушатся. Ты тут не один. Ловещие всякие послания. Ну, я думаю, здесь не будет ничего интересного. Наверное, будет, в принципе, пустые комнаты, потому что вся основная мебель осталась на первом этаже. Я так понимаю, ее туда вынесли, а здесь просто пустые окна. Пустые комнаты с разбитыми окнами. Ну, максимум. Вот такие вот полочки с ничьями. Дверь, опертая на дверь. Глазнями. Там по обыкновению пусто. А здесь, кстати, даже сохранились обои. Вот такие вот обои с какими-то китайскими мотивами. Кстати, уцелевшие плафоны. На удивление, как их не проразбивали. Люди, видимо, не хотели голову наверх поднимать. Потому что здесь есть три целых плафона. Поднимаемся на следующий этаж. Здесь всего их четыре. Вон еще есть четвертый. Воу-воу-воу. Выглядит не очень приятно. Ну, давайте посмотрим, что нас ждет на третьем этаже. Коридор. Довольно-таки коротенький, потому что здание идет лесенкой. И там в конце, я так понимаю, выход на чердак. Это уже интересно. Крыша третьего этажа. Тут тоже много всякого хлама. Воу-воу-воу. Как это крипово смотрится, как чья-то марина. Жесть. Просто насы песка. И воткнули в нее палку. Не очень-очень, да. Строительный цветный мусор. На чердаке ощутимо теплее. Видимо, крыша нагревается. сразу ощущается разница температур. Такое красивое окошко в лес. Забернусь, а сзади кто-нибудь сделает мне тоже 15 песка. И все. В принципе, здесь больше ничего абсолютно меняет. Есть лестница, которая, опять же, идет в никуда. И вот там все. Пойдем быстренько пройдемте по четвертому этажу. И пойдем в подвал. Крыша нижнего этажа. Икс. И здесь маленький отсек на пятый этаж. В последнем маленьком этаже гиптовая. Устройство, да. Поднятие лифта. И вот такой вот какой-то щиток. И еще маленький последний чердак. Птицы. Конечно же. Куда же без нашего? Стула. Стула. Вот вход в подвал. Я так понимаю. Сейчас посмотрим, как это именит. Здесь, кстати, сразу жилые дома. Ну, я думаю, что всем все равно. Да. Это вход в подвал. Ну что ж, вперед. Так, ну что, заходим внутрь. Написано, сразу закрылась дверь. Кстати, посмотрите сразу, насколько здесь темно. в подвале. В подвале не видно вообще ничего, ни одного окошка. Поэтому, конечно же, мы пойдем со светом и посмотрим, что интересного там есть. Надеюсь, за мной никто не закроет дверь. Ну что, вперед. Сразу нас встречает такая вот умная комната с большим стеллажом. Всякие детали. Кстати, старый стаканчик от этого пола ритмин. Какая-то бутылка от алкоголя. Ну, много понятно, всякого мусора. Всякого-всякого праздного мусора. И, кстати, много всяких записей на столе. Всякие карточки, технологические инструкции. Ну, пойдем дальше. Честно, ребята, чем дальше идут, тем страшнее они становятся. Смотрите, сколько мебели осталось. Сколько всяких разных мебелей. Даже, кстати, вон есть зеркало, кресло, кровати. Много-много всего. Вот какая-то даже оборудование какое-то было. Тоже много мебели. Какие-то складские помещения, наверное, были. Я все время смотрю назад, потому что боюсь, что кто-нибудь закроет дверь. Я останусь в этом подвале жить. Здравствуйте. Здравствуйте. комната, которая горела. Как это жутко, ребята, посмотрите. Каталка просто такая вот как для инвалидов. Кошмар. Обратите внимание, какое окошечко. Вот в такие двери всегда страшно, что за ними кто-нибудь станет. Но, к счастью, нет. Никого нет. целая куча ковров. Вообще, очень много в подвале мебели всякой, даже в более-менее хорошем состоянии. честно говоря, тем страшнее. Кстати, чайник. Стоит чайник. Дверь. Здесь, я так понимаю, да, здесь есть выход на улицу еще. Поэтому, даже если меня закроют, я знаю, где есть выход. Здесь слышит плакат. Пожарная безопасность. А тут у нас что? Тут как будто кто-то ночевал. Подушка, матрас. Сейчас показалось, что были какие-то шаги. Но я думаю, что это просто по первому этажу здания ходят люди. Не знаю, слышно ли вам. Даже вот так. прямо взломано окно. Стульчик одинокий. Что у нас? У нас закрыты дверью, интересно. Посмотрим. вот такая комната. Здесь, кстати, какое-то сено лежит или солома. стол. Стол и всякие записи. Опять же. Сейчас видела в окне людей. Они увидели мой свет, но не увидели меня. Чуть-чуть попозже, когда выйду, расскажу, почему меня насторожили эти люди. Короче, хочу быстрее дойти до конца подвала и выбираться. Давайте уже с этим закончим. Вперед. вон стоит машина. Мы аккуратненько пройдем дальше. Сейчас пройдем дальше. До самого конца. Все-таки посмотрим, что там. Здесь у нас, судя по всему, тупик и какие-то... Что это такое, ребята? Кто знает? Напишите в комментариях, потому что я не знаю. Это какие-то печи, какое-то оборудование везде стекловато. Здесь тупик. Здесь ничего нет. Здесь тоже. Здесь, кстати, шахты и лифты находятся, но почему-то они забетонированы. Как-то так. Вот такое интересное получилось у нас путешествие. Маленькие дверки. Будем все-таки выбираться. Ура! Ну что, ребята, я уже выбралась с подвала, само собой. Уже уехала даже с этого места. И что хотелось сказать. На заброшенных местах можно встретить кого угодно. И какие цели у этих людей, никогда не знаешь. Поэтому надо быть всегда осторожным. И когда ты находишься в темном подвале один, ну это жутковато на самом деле, потому что все-таки люди есть разные, и что у них на уме никогда не угадаешь. Зачем они там находятся, тоже никогда не узнаешь. и лучше наверное все-таки ни с кем не сталкиваться и быть осторожным. Поэтому я надеюсь на ваши лайки, на ваши подписки и до скорых встреч. Субтитры Субтитры